Было рукоделие у девочек, и то, чему нас учили, я была приятно удивлена, какие изменения пошли современные. Во-первых, схемы все цветные. Каждая клеточка имеет условное обозначение. Значит, нет нагрузки дополнительной на зрение у ребенка. Ребенок открывает схему, и в этой схеме все четко, ясно и понятно. И если, допустим, идет переход ниток одного цвета, но разных оттенков, то они раскрашены на схеме абсолютно другими цветами. То есть на схеме ребенок видит, он вышивает красной ниткой, на схеме, допустим, темно-сиреневая. Ну, а мы хотим сказать, уважаемые телезрители, что вы можете подписаться на каталог журнала «Сотвори сама» в любом почтовом отделении России. Подробная информация на нашем экране. Из вашего опыта, вы ведь теперь руководите кружком в целом, да? То есть это уже не ваше личное увлечение, а работа с детьми. Из вашего опыта, какого возраста дети, какого пола больше любят вышивать? Ну, первыми моими вышивальщиками были ученики третьего класса, причем попросились первыми мальчишки. Правда? Два мальчика было у меня, два Кости, Костя Попов и Костя Маркин. В этом году оба мальчика заканчивают 11 класс, уже взрослые ребята. Они посмотрели, чем сидит Елена Николаевна, занимается в то время, когда дети делают домашнее задание. А можно нам попробовать? Можно. И в итоге у меня в этом классе было два больших стенда, которые были заполнены работами только этих детей. И потом за мальчишками уже потянулись девчонки. Причем Костя Попов, он знал, что Елена Николаевна разрешит вышивать только в том случае, если сделано домашнее задание и не меньше, чем на 4. То есть это была такая награда. Мог стоять на голове. Ему никто не мешал. Ни шум, ни беготня. Абсолютно. А сейчас, сейчас у меня в кружке занимаются и девочки, и мальчики. Русские ребята, и татары есть, и армяне есть. У нас в Зеленограде очень много армян проживает. Ребята армянской национальности учатся и у меня. И с удовольствием вышивают. Мальчишки, пожалуй, что усерднее занимаются, нежели девочки. А мне кажется, что действительно такие, вот вы показали нам первый каталог. Смотрите, какие замечательные сейчас. Они более большие, и картинки крупнее, интереснее. И вот пользователи сети интернет могут заказать продукцию Риолис в интернет-магазине. Также адреса на ваших экранах. Смотрите и заказывайте. Ну вот интересно, что эти каталоги, они еще при заказе, собственно, Бор, наверное, включают в себя все необходимое для вышивки, да? Да. Причем так, я надеюсь, чтобы не приходилось потом заменять иголку, как это раньше с нами случалось, или нитки подбирать получше, да? У нас иголочка очень хитрая в ферме Риолис. Да? Она тупая иголочка. Ей невозможно уколоться. Эта иголочка не расщепляет нитку. То есть она попадает в отверстие, куда нам нужно попасть. Ага, там же еще специально канва сделана, да? Да, канва она имеет, это называется, счетная вышивка, потому что мы считаем клеточки. Давайте я покажу покрупнее, что там действительно это очень удобно. Сама пользовалась, вот дети вышивают у меня, и я с ними тоже иногда этим балуюсь. Очень удобно, ровные получаются строчки, когда вышиваешь. Не нужно считать ничего. Ты считаешь количество клеточек. Самое главное увидеть клеточку. Вот эта вот канва крупная, четверочка, потому что в 10 сантиметров умещается 40 клеточек. Вот эта вот выполнена работа на мелкой канве. Ну, соответственно, и тонкость работы. Давайте покажем, вот. Мелкая. А вот давайте рядом даже поставим, вот видно будет, что они разные. Потому что в 10 сантиметров умещается 60 клеточек. Это вот мелкая, да, и вот рядом чувствуется, что она крупная. Вообще вышивка крестом ужасно увлекательное занятие. Но требует усидчивости. Требует усидчивости. Но такие вот небольшие картинки, наверное, доступны даже младшим школьникам, первоклассникам. Правда же? Ну, первоклассников я обычно беру к себе в кружок. Записи даже. Так у нас все зафиксировано. Набирается группа. И технику безопасности мы с ними изучаем. Все-все-все. У нас и физкультминутка есть своя. А первоклассников я беру сверх всяких лимитов, но только после зимних каникул. По той простой причине, что сегодня дети настолько перегружены в школе, что у них сначала в голове уложится все, чего от них хотят взрослые. Во-первых, очень много разных учителей. Сейчас с первого класса идут учителя-предметники. Им нужно всех запомнить. Не просто тетенька, а имя отчества. Ну и потом все вот эти дисциплинарные вещи, сидеть на уроке, бегать на перемене, это достаточно сложно. Наш корреспондент побывала в кружке вышивания крестом и лично убедилась, что пяльцы и мулине популярны сегодня не меньше, чем во времена французских королей. Осень – самое подходящее время для приобщения детей к рукоделию. Найти интересное занятие на время дождливых вечеров не так-то просто. Вышивка – одно из дел, которое увлечет самых непоседливых деток. Ну, не знаю, это просто интересно, занимательно. Ну, можно оклещить, там, одел, отдохнуть, там, можно вышивать. Вышивкой можно заниматься самостоятельно, даже если родители никогда не брали в руки пяльца. Московская фирма «Риолис» выпускает набор отживания крестиком «Сотвори сама», делающие работу доступной без наличия дополнительных пособий. Четкая схема-картинка понятна любому ребенку. Я вышила ворону, и сейчас вышиваю, ну, для телефона чехол. Сейчас я делаю фоль, начала делать, ну, я начала дедомно вышить, и поэтому вышила мало пока. Мне хочется побыстрее вышить, ну, чтобы побыстрее повесить. Основная тематика наборов для вышивания «Сотвори сама» – школьная. Ребята могут выбрать любые картинки. От самых простых для малышей до многоцветных полотен для старшеклавов. Это вообще творчество. Заразились все, можно сказать, вся семья вышиваем. И вообще это, ну, необыкновенно, не могу передать. Этим хобби дети могут заниматься часами. А с наборами для вышивки фирмы «Риолис» у них вряд ли возникнут серьезные трудности в работе. Ну, вот уже трудности. Я нечаянно взял розовую нитку вместо белой. Бывает, что неправильно отчитала количество крестиков. Бывают ошибки. Могут путаться нитки. В творчестве трудности быть, ну, просто не может, потому что получаешь от этого только удовлетворение. Интересно вышивать, потому что потом можешь подарить от всей души маме или бабушке. Вкладываю сердце и душу. Даницкая, Мария Скрябина, телевизионный дамский клуб. Так приятно, когда дети говорят, вкладываю, да, и душу, и усердие. И я вот хочу сказать, что ведь это требует определенного трудолюбия и усидчивости, согласитесь? Ну, конечно. Если занятие в кружке длится у меня с 14 до 15 часов, и я детей не могу отпустить из кружка, пожалуйста, ну, хоть как-то, ну, давайте прервемся, немножко отдохнем. Так, дело в том, что мы и в каникулы занимаемся. Да что? В обязательном порядке. И приходят девочки, и Таня вот со своими подружками приходит к 10 часов утра. Единственное, мы передвигаем на более раннее время. До которого часа, Николаевна? Я говорю, до часа дня. А можно еще больше? А можно мы еще? А вы во сколько домой будете? А сколько раз в неделю у вас получается? Два раза в неделю. Два раза в неделю по три часа мы занимаемся. Танюш, скажи, пожалуйста, а тебе сколько сейчас лет? Десять лет. Десять? И как давно ты вышиваешь? В каком классе начала? В третьем. В третьем. Ну и сейчас вот этот вот очаровательный код, это такая уже довольно большая работа. Ты сколько времени думаешь посвятить этому занятию? Каникулом закончишь? Нет. Нет? Нет. Что-нибудь другое? Наверное, нет. А насколько сложно вот ребенку действительно даже усидеть во время одного занятия, а не бросить работу на середине? Для того, чтобы ребенок не бросил работу на полпути, для этого я стараюсь для первой работы помочь подобрать ребенку. Во-первых, такую работу, чтобы она была попроще. По той простой причине, что хотя бы взять ребенка, хоть взять нас, взрослых, все мы работаем на конечный результат. Если мы что-то взялись делать, у нас получилось, значит, захочется повторить, захочется продолжать, захочется совершенствовать свое умение. А если первая работа сложная, все, не получилось, где-то запутался, не получилось исправиться, ребенок бросил. Хорошо, тогда можно делать какой вывод, что для тех детей, которые только начинают, надо брать, ну, наверное, без фона, да, вот, например, типа такого рисунка, да, чтобы хотя бы фон не надо вышивать, нет? Я считаю, что это не суть важна. А как тогда выбираете? Я выбираю, вот, допустим, возьмем вот эту грушу. Здесь всего два оттенка желтого, красненький носик, листик просто вышивается, нет перехода. А если взять из каталога, допустим, есть там очень красивый далматин. Дети просто обожают. Вот здесь на выставке у нас есть тигренок, тоже очень красивый, шкодненький он. Но там часто меняется нитка, часто переходы. Нужно более внимательно вышивать. Поэтому я всегда родителям рекомендую, пожалуйста, милые мамы, вы любите своих деток, но я их люблю, ничуть не имею. Пожалуйста, прислушайтесь к моему мнению. Я вам помогу выбрать и дешевле работу, поскольку я езжу на эту фирму сама один раз в месяц и привожу ребятам безо всяких наценок по тем ценам, по которым отпускает фирма Риолис. А, это тоже приятно. Это тоже большая скидка. Если взять абсолютно детскую серию пчелка, которую, если я не ошибаюсь, два года выпускает фирма Риолис, она вообще стоит 39 рублей. Ни в одном магазине дешевле 39 рублей вы не купите. 56-57 самые дешевые. Мне кажется, весь смысл для ребёнка в том, чтобы действительно не надо было самому подбирать нитки, не надо было тратить время на подготовку, просто взять и начать работу. Да и не только ребёнку это приятно. Я вот помню, что когда я легла в роддом со вторым ребёнком, я почему-то вот захотела именно вышить что-нибудь маленькое быстро за ту неделю, что я там провела. Но, к сожалению, мне тогда это не удалось. И так работа эта и лежит. Видимо, надо закончить. А для маленьких детей, наверное, ещё способ вышивания крестом, он больше подходит, чем все остальные. Гладью вы пробуете вышивать со старшими классиками? Гладь очень сложная. Для детей, для маленьких детей очень сложная. И при той наполняемости кружка от 15 человек, это очень сложно. Если учесть, что я работаю в начальной школе, гладь и все остальные виды вышивки, я так думаю, что, наверное, с пятого класса, когда дети уже занимаются, у них есть конкретный урок, который называется рукоделие, домоводство. То есть их целую четверть, там, допустим, 2-3 месяца только одному учат. Либо ныпечь, либо крестиком вышивать. Ну вот жалко, что действительно, вы сказали, что мальчики приходят к вам в начальной школе, а что в старших классах, наверное, всё-таки мальчикам дают делать табуретки, всё-таки, а не выживать. Ну, я не знаю. Дело в том, что много мальчишек, всё равно, вот то, что они научились делать, это не забывают. Я могу судить по собственному сыну. У меня сын пришёл из армии, 20 лет. Ну, единственное, правда, болел в то время, сидел на больничном и говорит, «Мам, дай что-нибудь повышивать». Хорошо, давай повышивай. Я ему дала царевну лягушку вышивать. Я говорю, только ты учти, я же тебя спрошу по полной программе. Какая разница? Я какая разница, положи на место и не тружу лучше. В итоге сидит взрослый детинушка, вышивает царевну лягушку. Мам, так покурить хочется. Сейчас ниточку дошью, пойду перекурю. Смотрю, одну ниточку заправил, вторую, третью. Затягивает? Польза для здоровья. Польза для здоровья, опять же. Я так понимаю, что в течение всей программы сегодняшней мы показываем на экранах способ подписки на каталог журнал «Риолис». И вы можете сейчас прямо записать какие-то данные по поводу подписок почтового отделения России и приобщиться к этому замечательному делу. Но вот я все-таки думаю, что, наверное, вышивкой в основном занимаются усидчивые люди, дети, все-таки с определенным темпераментом. А вы что наблюдаете в своем кружке? Не всегда. По крайней мере, у меня в школе это не всегда так бывает. Вот, девочка учится в классе Артем Мизюлин, очень неусидчивый мальчик. Ему с трудом даются предметы математика, русский язык, ему лениво учить стихотворение. А вышивкой он с удовольствием занимается. И вот на нашей выставке есть клоун, этого клоуна в прошлом году, три третих класса, 60 человек. Вышли все до единого, и усидчивые, и неусидчивые. И те, которые учатся с двойки на тройку, и те, которые отличники, все до единого. И рамочки сделали тоже своими руками. Вот какие молодцы. Это вот мы посвятили целую четверть. Здорово. Но при этом, я так понимаю, что у нас есть какой-то эффект обратный. То есть не то, что усидчивый ребенок садится за вышивку, а развиваются какие-то качества характера у человека, который много времени за этим проводит. Эта работа у этого ребенка получается лучше, чем решение задач, чем знание таблицы умножения наизусть. Ему где-то нужно себя реализовать. Вот здесь вот шел этого клоуна, его похвалили. Мне кажется, тут важна еще, личность преподавателя важна, да? Да, потому что все-таки так, чтобы глаз горел, как у вас, это тоже дорогого стоит для ребенка. Ну, а я все-таки хочу сказать, что все-таки удобство. Вот правда, очень многие дети раньше отказывались ради того, чтобы было сложно набрать и нитки подобрать, и рисунок придумать. А сейчас это все очень доступно. И вот, уважаемые телезрители, еще раз напоминаю вам, что вы можете заказать каталоги фирмы Риолис по интернет-магазину, адрес видите на своем экране. И это тоже удобно, потому что получается, что даже на почту не надо выходить, а просто из домашнего компьютера заказать даже в подарок кому-то. Вот я почему-то раньше воспринимала такие наборы как подарочные. Мне казалось, что если уж ты приходишь к маленькой девочке в гости, а теперь я понимаю, что я к маленькому мальчику тоже, то тогда можно принести, чтобы уже действительно взрослых этой семьи не напрягать поиском всего остального. А пяльцы какие бывают в наборах? Единственное, чего нет в наборе, это нету пялец. Только по той простой причине, что они бывают разного размера. Удобные для работы в школе, они так и называются, школьные пяльцы, у них диаметр 16 см. Вот Танюша вышивает на более крупных пяльцах, на крупных пяльцах вышиваются крупные работы. А на меньших пяльцах, соответственно, так, чтобы у нас канва умещалась полностью, наши пяльцы. А есть пяльцы рамка, они вообще 6,5 см имеются. Ну, крошечные такие. На таких мы вышиваем вот эти вот штучки. Это магнитики, по-моему, да? Да, это магнитики. В каталоге фирмы Риолиц вот этот вот замечательный колобок, он выполняется на конве номер 4, на крупной конве. Мы его вышили на мелкой конве. Потом с изнаночной стороны все это проклеивается клеем ПВА. Да. Тоненькими, маленькими маникюрными ножничками мы вырезаем строго на одну клеточку, больше, чем вышивка. Лицевая сторона у нас не пропитывается, она так и остается шерстяной ниточкой. И с изнанки приклеиваем магнитик от старой магнитной азбуки. Какой прекрасный подарок. Подарок. Бабушка была бы рада, на взгляд, вот такому предмету, да? Конечно. И на холодильнике всегда перед глазами. Ой, какая прелесть. Это хорошая идея. Это все у нас вышито то, что фирмой, художниками придумано на крупной конве, а мы все это воспроизвели на мелкой конве. Но я хочу сказать, что среди работ есть даже коны. Сейчас как раз вы видите одну из них, такую работу на экране. Я думаю, что действительно для очень многих людей в нашей стране было бы приятно, наверное, если бы ребенок такую картину вышел. А я бы хотела еще обратить внимание на то, что можно вышить подушечку. Вот Таня, кстати, вышивает для подушки котиков. И думочки замечать с такой вышивкой, опять же, руками своими сделан, совершенно будет другое ощущение. Да, вот согласитесь от этой вещи потом. Ну, я выросла на Украине, поэтому диванные вот такие подушечки, они на Украине называются думочки. Вот у меня в квартире, я не знаю, десятка-два, я уже с расчета сбилась. Ну, эта вещь никогда не будет лишней, поскольку она действительно... А вы посмотрите, какая чудесная хрюшка у нас. Наступающий Новый год будет год свиньи. Вот хорошо, что вы нам сказали, а я даже и не помнила, какое животное мы в этом году всем дарим. Большое спасибо вам, Елена Николаевна. Елена Николаевна Ковалева, педагог, руководитель кружка вышивка крестов, у нас сегодня в гостях. И, конечно, Танечка. Спасибо вам. Вам спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok